Опять я в дороге, еду на Мальчишник. Меня друг пригласил на яхте, собираемся покататься тут в соседнем городе Саус Хэмптоне с друзьями. Ну, в общем, посмотрю, что это такое Мальчишник в Англии. Сейчас собираемся плыть уже на яхте. К сожалению, капитан объявил нам, что на корабле вообще надо вести себя очень хорошо, и даже он тут запретил бить. Вот они, веселые ребята, с которыми мы проведем следующий день и ночь. Идея сейчас плыть из Саус Хэмптона на остров Уайт. И там заночевать где-нибудь в Марине, ну или погулять, позагорать, посмотрим. Ну что, мы выплыли. Сейчас будем уже двигаться к острову. Ну и посмотрим бывшие форты, а теперь один из них переделан в отель, который стоит прямо в море. Какой простор. Вот это, кстати, остров Уайт перед нами. Мы хотим его спрятать? На полном ходу фигачим по морю под полными парусами. О, они тут раздулись. Хотел сказать пару слов о Максе. Это человек, который я встретил в Оксфорде. Он после российского универа получился в магистратуре в Манчестере. И вот в Оксфорд приехал работать, когда я туда приехал в мат-институт. И вот так вот мы с ним и повстречались. Также там у нас еще есть один оксфордский паренек, Андрей, который поступал в Оксфорде на компьютер-сайенс. Вот, он... Я не помню, чуть-чуть математики у него было или нет. По-моему, чисто компьютер-сайенс. После российской школы через SAT-тест. Ну, вообще, настроение классное. Ребята веселые, шутят. У нас есть как англоговорящие, так и русскоговорящие. Больше, кстати, русских ребят. Вот, ну, вот так плаваем тут между островом Уайт, который у меня сейчас справа. Так, что-то парус хотел на меня захлопнуться. И, в общем-то, английским островом. Опасность, опасность. Скоростной катер. Ух. Вот это нормальная скорость, как самолет фигачит. Очередная яхточка к нам приближается. Ветер не сильный, поэтому скорость мы сбавили существенно. Говорят, что нельзя нам плыть. Не пускают. Небось, королева приехала жировать, да? Как обычно, даже море перекрыли. Меняем курс. Перебросили парус только что. Да, лодочка. Сидят, отдыхают. У нас тут одна яхточка поджимает нас. Прямо плотненько. Крутят колесики. Нас настигает огромный корабль. Да, точно. Вот это кораблик нас настиг. Конечно же, передаю привет Кате Катардиус Осиповой. Мы подплываем к ее Портсмуту. В этот раз уже под парусами. Вон, видите, какой у меня тут парус. И он у меня за спиной виднеется город Портсмут. Вот, прямо простирается впереди. И узнаваемый портсмутский такой вот парус здания. Вон, какие монстры нас настигают тут. Обалдеть. Приближаемся к военному форту. Ух, чуть не упал. Смотрите, какой там военный корабль. И вот этот вот порт. Выполняем разворот. Ребята, все шутки шутят. Меня чуть веревка не хлестнула. И чудесный наш фортик. Я думаю, мы прям поближе подойдем. Но мы поменяли ГАУС. Может, и подойдем. Прибыли к военному фортику. Который теперь отель. Так, вот мы ускорились. Сейчас будем делать поворот. Ух, хорошая скорость. Главное, чтобы по башке никому не стукнуло. Вот так вот мы перебрасываем груза. Макс уже как опытный матрос орудует. Нынче низенка нас наклонила к этой воде, потому что мы пошли очень-очень остро к ветру. Смотрите, как остро идем. Разогнались. Но путь уже держим на остров. В общем, мы выплыли как бы с большого английского острова. А причаливать будем на острову. Бочки загорают. Хе-хе, веселые. И совсем не пьяные. Ну и, конечно, тут мы видим всякие морские замки на берегу. Такой попробуй, штурмани. Так, заплываем в город. Здесь уже, к сожалению, парус надо убирать и быть на моторе. Но смотрите, какая красота. Заплываем уже в бухту. Вот, скоро пойдем тут, я не знаю куда, в местные пабы или еще что-то интересное на этом Оксворде найдем. Смотрите, какие тут классные лодочки есть. В принципе, плавание у нас было интересное, но довольно спокойное. Ну, капитан объявил абсолютно сухой закон о борту. Но, кстати, кофе нам заваривал очень вкусный. Я никогда не заходил в порту, на маленьком кораблике, мне кажется. Чтобы на носу еще стоять. Да, вообще, конечно, как капитан говорил, можно плавать везде, а вот в стороны швартоваться. А я, самое тяжелое. Макс, а откуда ты знаешь, как надо веревку закручивать? Он тебе объяснил? Профессиональная парковка. Ну все, мы причалили. И сейчас идем гулять по городу. Наслаждаться, так сказать, островом, как настоящие моряки. Когда мы приехали только в Саласхэмптон на станцию, к нам уже подошла какая-то женщина. Причем по-русски стала с нами говорить и объяснять. Какой-то сервис для моряков. В общем, очень странно. Капитан нам показывает вторую лодочку. Мы будем ночевать на двух яхтах. Просто разобьемся пополам. Вот, она немножко поменьше. Но тоже, видите, выглядит не менее интересно. Капитан. 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 Положено в английских традициях, на мальчишнике ребята одеваются как-то отлично от обычных людей. И здесь, видите, все носят специальные шапки. И я не исключение, у меня тоже такая шапка. Только посмотрите, какая красотища. Вот это вечер. Да, водичка оказалась тепленькая. Мы думаем, что завтра с утра покупаемся. Вода теплая, завтра мы идем к смазе. Прямо с утра, ранехонько. Кажется, рыбачок разловил рыбку, да. Сейчас увидим какой-нибудь lemon soil, a place. Рыбак поймал какую-то вообще серьезную рыбку. Или кучу водорослей. Сейчас посмотрим, что он там вытянул. Похоже, что просто кучка водорослей. Ну, прям кита поймал какого-то, не меньше. Смотрите, как тянет. Просто, просто какая-то кулища там сидит. Оп, сошла что ли? Выбираем, что у нас будет на ужин. Рыбка там или баранинка. Или мяско. Ну, вот и вкуснейшие блюда пожаловали. Смотрите, какие все довольные. Сейчас перекусим. О, все голодные уже как звери просто. Уже поздний вечер. Невеста. Но это не наша. Нас красивее. Так, тут какая-то деваха уже к нам притусила непонятная. Ну, и вот тут, конечно, невеста ее надо отметить. На лицо красивая. Но не наша. В общем, это традиция здесь в Англии, что жених наряжается невестой на мальчишник. Ну, и, в общем, конечно, выглядит супер нелепо, как вот этот вот парень здесь. Да, такую невесту, конечно, никому не пожелаешь. Вы что, еду берете? О, а можно мне тоже такую? Дэд, what is this? Кебаб. Кебаб. Мы как-то кебаб. Веселуха. К нам пришел тот снежный человек в спальном мешке, который выглядит как куртка или комбинезон. Спальный мешок как спальный мешок. Нет, это что-то странное. Я таких зверей не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok